Фортнайт скатился! Фортнайт умирает! Фортнайт уже не тот! Подобные комментарии я вижу не только у себя на канале, но и в официальной группе Фортнайт 2 ВКонтакте. Почему люди так пишут и есть ли правда в их словах? Давайте попробуем разобраться в этом ролике. Но прежде чем мы начнем, я хочу представить вашему вниманию одну очень интересную игру под названием Lost Ark. Так же как и Фортнайт она была создана на движке Unreal Engine и это не единственное их сходство. Lost Ark тоже бесплатная игра и здесь тоже огромный мир, где можно не только файтиться, но и ловить рыбу, кататься на лодках и все в знакомом нам духе. Кстати здесь тоже есть ПВЕ режим, который можно проходить как в соло так и с отрядом, играя за различные классы персонажей. Ну а если ты хочешь показать свой скилл, то для этого есть отдельный ПВП режим, где можно потягаться как у нас в креативе. Скачивайте Lost Ark бесплатно на свой ПК по ссылке в описании и откройте для себя еще одну новую вселенную. Люди, которые пишут игра умерла, скорее всего знакомы с ней уже давно. Понятное дело, что новички так писать не будут, потому что они не знают на какой стадии сейчас она находится. Они не знают какой она была раньше и поэтому им не с чем сравнивать нынешний Фортнайт. Скорее всего им все нравится и их все устраивает. Но я играю в эту игру еще с третьего сезона и мне кажется я понимаю, что происходит. Я не утверждаю, что мое мнение правильное, я всего лишь хочу выразить свою точку зрения. А соглашаться со мной или нет, это уже решать вам. Итак, Фортнайт скатился или умирает? Я считаю, что не то и не другое. Да, игра изменилась и заметно не в самую лучшую сторону, но сказать, что она скатилась я не могу. Скорее она просто приелась и дело тут не сколько в игре, а в тех, кто в нее играет. На протяжении двух лет Epic Games так часто баловали нас годным контентом, что нам не хотелось играть ни во что другое, кроме Фортнайта. И все это привело к тому, что в итоге мы просто зажрались. Нельзя было каждый день есть один и тот же суп, но отказаться от него тоже было тяжело. Именно поэтому теперь мы испытываем перенасыщение. Сегодня, чтобы не добавили в этот суп, он уже не вызывает у нас аппетита. Нам не интересны новые пушки, нас не впечатляет новый транспорт. Кажется, все, чем эпики нас могли удивить, они уже удивили. Но изобилие контента порой тоже вызывает апатию, так же, кстати, как и его долгое отсутствие. Если уж они так высоко задрали планку, то не стоило им об этом забывать. Но нам, к сожалению, не угодишь, на то мы и люди. Сегодня большинство игроков уже ничего не ждут от эпиков, они просто хотят играть в тот Фортнайт, который был в седьмом сезоне. Но знаете, ностальгия тоже бывает обманчива. Вряд ли эта игра сможет повторить свой успех, и я сомневаюсь, что прошлое и в этом поможет. Им просто нужно придумывать новые способы, как удивлять свою аудиторию. Искать какие-то нестандартные решения и сохранять ту черту непредсказуемости, как это было раньше. Я верю, у них все получится, на то они и Эпик Геймс. Сказать, что Фортнайт умирает, тоже было бы неправильно. И я скажу даже больше, Фортнайт никогда не умрет. Просто эта игра уже не на пике популярности, как раньше. У нее просел онлайн, у многих пропал к ней интерес, но это не значит, что она умерла или умирает. Каждый день в эту игру приходят новые люди. Даже тем, кому она надоела, время от времени будут заходить в нее и играть. Проще говоря, она стала легендой, а легенды не умирают. Посмотрите, допустим, на тот же КС. Там вообще нет никакого контента, но люди продолжают в него играть. И то же самое будет с Фортнайтом, поэтому умереть он просто не может. Можно ли сказать, что Фортнайт уже не тот? Да, с приходом второй главы Фортнайт действительно уже не тот. Вроде бы и карту новую сделали, и графику подтянули, но она утратила тот шаром, который был в первой главе. Он остался где-то в той черной дыре, что была в конце ивента 10 сезона. Подытожив, хочу сказать, что не нужно зацикливаться на чем-то одном. Есть еще множество других игр, которые также достойны внимания. Наша ошибка была в том, что мы себя ограничивали, и поэтому сегодня нам кажется, что с этой игрой что-то не так. Но на самом деле, Фортнайт по-прежнему не стоит на месте и продолжает развиваться дальше. Только делает он это уже в очень медленном темпе. Вот такого я мнения о нынешнем Фортнайте. А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях. А пока вы будете писать, я хочу поблагодарить всех людей, что поддерживают меня как автора. Спасибо вам за то, что продолжаете использовать мой тег, несмотря на то, какое сложное время сейчас переживает игра. Мне очень приятно, что мои люди остаются со мной, несмотря на все трудности. В начале второго сезона я запускал конкурс на три батл пасса, и совсем про него забыл. Все условия есть по ссылке в описании. Имена победителей мы узнаем в следующем ролике. Подпишитесь на канал, чтоб Ленур не унывал. Ставьте лайки, чтобы чаще он видосы выпускал. Так что делайте репосты и пишите комменты. Лучшие из них мы увидим в новом ролике. Не забудьте посмотреть прошлые видосы. Я стараюсь для своей любимой подписоты. Так что ждите дорогие только годноту. Но сегодня с вами был, как всегда, Ленур.